АЛХАЗ АБГАДЖАВА, МОСКВА Адвокат, правозащитник, выступал защитником в судебных процессах многих гражданских активистов. Я думаю, у всех уже складывается ощущение, что с этим делом что-то не так, как, собственно, и со страной. А почему? Потому что где это любило, чтобы норма, которую приняли, по-моему, 3 или 4 года назад, на сегодняшний день, по крайней мере, по состоявшимся договорам, была применена только два раза. АЛХАЗ АБГАДЖАВА Если говорить об общественной жизни в России в последние годы, то нельзя не видеть, что у нас сформировался совершенно новый феномен. Он вызван тем, что преследования против граждан усилились, а из-за этого у нас появился большой круг, и он уже довольно организованный, довольно скоординированный круг общественных защитников и профессиональных адвокатов, которые очень быстро разворачивают защиту граждан в случае преследований. Это большой целый феномен. Это не только сейчас очень известная Русь сидящая, и не только известная очень организация АГРА, которая уже больше 10 лет защищает людей по делам о преследованиях за высказывания, за свободу собраний, но и очень широкая уже среда адвокатов. Посмотрите, многие видели, что, скажем, защита историка Дмитриева или защита Константина Котова, известного сейчас уже человека, который просто выступал с одиночными пикетами и попал в заключение. Вокруг этого уже группы по 10-12 общественных защитников, каждый из которых является очень важной и яркой фигурой в общественном движении. Алхаз, прошла информация, что во время самоизоляции количество задержаний и арестов увеличилось на 30%. С чем это связано? Нет, просто, смотрите, следственные органы понимают, что будут введены ограничительные меры. Они об этом, естественно, знают раньше обычных людей, хотя бы там где-то на неделю. Просто фортировали все свои материалы, и по всем делам, где нужно было кого-то арестовать гипотетически, они быстрее арестовали, чтобы потом не оказаться в ситуации, когда это не смогут сделать. И именно этим обусловлен просто технический такой рост. То есть это не увеличение числа дел, это не увеличение уровня преступности, как некоторые там предположили. Я-то допускаю рост преступности, но он не мог так быстро скоррелироваться в такой короткий срок. Понимаете? То есть такую вот реакцию ответную вплоть до арестов. То есть уровень преступности сегодняшний мы поймем там в динамике где-то месяца через три, через четыре, не раньше. Ну, по статистике уже следственных органов имеется в виду. Сколько заявлений будет принято, сколько будет выявлено, сколько раскрыто, сколько привлечено, это не так быстро. Говоря о новом расширении полномочий силовиков, насколько в этом реальная опасность для граждан? Конечно, это опасно, потому что, ну, как мы понимаем, любое государство, как любой зверь, всегда стремится к тому, чтобы его возможности были больше, чтобы охватывать как можно больше сфер влияния и так далее для сохранения самого себя в первую очередь и сохранения той ситуации, которая существует, удобная для ряда сословий и силовых структур. И всегда это встречается с опротивлением каких-то общественных институтов, народного недовольства, международного мнения, международных конвенций, договоров и так далее. Всегда есть какие-то для этого препятствия. А здесь благодатное поле, да, сейчас сам Бог велел. В российском обществе уже неоднократно поднимался вопрос о необходимости реформирования судебной системы. И каждый раз это намерение натыкалось на сопротивление властей. Как вы думаете, власть вынуждена будет пойти на реформы или ее заставят это сделать люди? На самом деле, это один из самых важных вопросов. Что такое сегодня судья? Я просто этому вопросу уделил очень много в свое время размышлений, проводил там свою статистику, свои опросы, да, свои замеры какие-то и прочее. И мне же этот вопрос задают очень часто, и очень часто именно мои подзащитные, мои доверители. А что такое конкретный судья? В их случае они спрашивают, вот наша судья по фамилии, я не знаю, Иванова Маша. Вот как вы думаете, что у нее в голове? Знаете, и очень редко мои подзащитные сразу соглашались с тем, что я им говорю. Они приходили потом к этому выводу на протяжении всего процесса или уже по его окончании. Так вот, что я им говорил и вам повторю. Судья на сегодняшний день – это абсолютно техническая функция, которая абсолютно бездушно и безэмоционально относится практически к любому делу, которое он или она рассматривает. Вот это надо просто очень четко выяснить. Но это только пока один параметр, это еще не все. Почему бездушно и безэмоционально? Здесь не в защиту судей, а в защиту объективности должен сказать, что неимоверное количество дел, неимоверная нагрузка сегодня возложена на судей. Причем сделано это вполне возможно, я допускаю, что вполне сознательно. Именно для того, чтобы они работали как автоматы. Потому что это очень удобно для силовой корпорации и для классов, которые сегодня, скажем так, приближены к правящим и так далее. Им очень удобно, чтобы суд был техническим. И они даже этого не скрывают. Понимаете, они уже ударились в такую статистику, сколько нами рассмотрено дел. Я сейчас просто на нескольких примерах вам абсолютно спокойно докажу, что суд на сегодняшний день является тем органом, которым он называется и которым он продекларирован и по закону предусмотрен. Что такое суд? Суд это абсолютно объективный, независимый орган, который должен рассматривать любой спор, независимо от того, кто является стороной, принимать объективное, справедливое, законное, основанное и мотивированное. Видите, сколько определений, решений. Ничего подобного у нас не происходит, потому что на сегодняшний день суд сам себя считает частью репрессивной машины. Сам суд себя таковой считает. Простой пример. Допустим, госпожа Егорова, председатель Московского городского суда. Берем ее, значит, доклад за позапрошлый год. А я очень внимательно за ней слежу. Я пишу посты про нее всегда, как только она прокалывается. Я обязательно об этом пишу, и у меня есть об этом много уже моих суждений. Она говорит, что вот смотрите, эффективность нашего суда достигла такого уровня, она имеет в виду районные суды, что вторая инстанция за там 18-й год отменила лишь 1% решений, принятых судом первой инстанции. Понимаете, вот председатель суда, субъекта федерации, причем самого главного субъекта федерации, города федерального значения нашей столицы, на голубом глазу считает, что эффективность суда определяется тем, что следующая инстанция не отменила решение первой инстанции. Я тут же, естественно, написал, сказал, госпожа Егорова, вот вы только что признались в том, что у вас вторая инстанция ни хрена не делает, понимаете, не отменяет решений первой инстанции, и вы либо признаете, что вторая инстанция вообще не нужна, правда, у вас первая такая хорошая, а это не вы создавали, да, вот эту инстанционность, это еще от римского права, корни этой системы уходят очень глубоко, это не вы изобили, что сюда должны быть инстанции и ступени, да. Но вот она вот на голубом глазу признает, что у нас решения принимаются автоматически, по крайней мере, на второй инстанции, она открыто это признала. И такой мы делаем вывод. Если вторая инстанция не выявляет и не признает ошибок первой, а один процент, я вам скажу, это погрешность на то, что в результате копипастов там вообще могли перепутать фамилии человека, там данные какие-то, из другого дела напечатать вывод, мы полно таких дел видели, когда отвечают адвокату Абгаджава и при этом в конце пишут уведомить адвоката Аванесяна, условно. Вот полно таких. И если в решение такое попало, такое решение просто технически будет отменено. И вот это единственный процент отмен, который вот Негорова считает, что только технические ошибки и только какие-то вот такие фактологические ошибки могут быть основанием для отмен. А какой справедливости важно? Второй конкретный пример, когда они по Фрейду прокалываются, что называется, внедрили нам, значит, расширили юрисдикцию судов присяжных на районные суды позапрошлом году. В июле, значит, 18-го года этот закон вступил в силу. Вот представьте, с июля 18-го по январь уже 19-го года, то есть полгода с небольшим, московские суды районные рассмотрели 11 дел с участием присяжных в районных судах. Из этих 11 дел, рассмотренных судом присяжных, понимаете, да, как бы там ни была сложна структура в суде присяжных, там все-таки основное решение виновности принимает не профессиональный суд, а коллегия присяжных заседателей. И у нас из 11 дел, а там дела как минимум, тяжкая телесная повлекшая смерть или убийство, да, то есть там не такая большая категория попадающая, то есть это так или иначе связаны с насильственной смертью человека дела. Из 11 дел 6 оправдательных вердиктов. Один из них мой. Вот 6 оправдательных вердиктов из 11 дел. Можете себе представить, это больше 50%. Естественно, Егорова по этому поводу что-то надо сказать. И что она говорит? Она дает интервью, это опубликовано на сайте Московского городского суда, это опубликовано, по-моему, в российской газете, еще в какой-то газете. Ну, в общем, в прессе это есть, я, естественно, это увидел. И радостно, что мы видим. Она говорит, ну, во-первых, рассказывает о такой статистике печальной, что вот она считает ее печальной, понимаете, судья почему-то считает печальной статистику более половины оправдания. И говорит, причинами этого в первую очередь является, конечно же, хорошая работа адвокатов, да, то есть это нам такой комплимент, ну, и ужасная работа следственных органов, следственные органы разучились собирать доказательства и представлять их в суд. Вы понимаете, вот только в 2018 году ей пришло в голову, что следственные органы разучились собирать доказательства. И только тогда, когда статистика по конкретной категории дел оказалась в свыше 50% оправданий. Я, естественно, спрашиваю ее, говорю, уважаемая госпожа Егорова, а вам не пришло в голову, что основной причиной шести оправданий является реальная невиновность этих людей? То есть в это вы вообще не верите, да, то, что присяжные могли признать невиновным действительно невиновного человека. Ей даже в голову такое не приходит, понимаете? То есть она считает, что причиной шести оправданий является некачественная работа следственных органов. Это еще как, кто у нас там из известных, печально известных говорил, что то, что вы не следите, это не ваша заслуга, а наша недоработка. Вот это из этой серии, понимаете, недоработали. А так было бы больше того. Если мы тогда уже ее вот это суждение экстраполируем на предыдущий период, когда не было в судах присяжных этих категорий дел, и они прекрасно пролетали на 99,9% с обвинительными приговорами, и там вопросов к следственным органам не было, то есть она в этой же вот своем суждении признает, что попади эти дела не к присяжным, а к профессиональным судам, было бы 11 из 11. Понимаете? Вот к вопросу о самосознании судей. Вот это два только примера абсолютно официальных, да, я вам привел. Я уже не говорил про частные, которые оплываются в судах. Как только у меня возникает какой-то диалог с судей, ну, бывает, ну, там, знаете, то ли стокгольмский синдром, то ли что, но в процессе там длительного, допустим, дела, которое долго слушается в суде, уже возникает какой-то деловой контакт определенный, ну, в зависимости еще от характера судей. И когда я вижу нормальную реакцию уже в куларах, там, в каких-то перерывах вне процессуальных, я иногда задаю вопрос, а давно ли вы там работаете, а много ли у вас было дел, а были ли у вас оправдательные, так аккуратненько вбрасываю этот вопрос такой провокационный. Ответы потрясающие. Слава Богу, нет. Бог милого. Боже упаси. Нет-нет. Тьфу-тьфу. Понимаете? То есть если для судей оправдательный приковор — это ужасное событие, а о чем можно? И еще раз говорю, вот эти проколы, их собственные проколы, которые свидетельствуют о том, что они себя считают не арбитрами, а должностными лицами, которые должны завершить процесс следствия. Вот и все. Сейчас в долгую дискуссию о том, какой у нас процесс там состязательный, инквизиционный, почему это, ну, понимаете, это такой разговор на несколько часов, я в это вдаваться не буду. Я вам более такими приземленными, понятными примерами говорю о том, что суд сегодня не является тем, чем он должен являться, к сожалению. Мы об этом говорим громко, везде об этом заявляем, но, видимо, должно пройти какое-то время, должны какие-то быть изменения более глобальные, и судебная реформа, она, в принципе, возможна. Она возможна в нашей стране, даже при той власти, которая существует. И даже они сейчас понимают, и неспроста идут вот эти эксперименты с судами присяжных. Ведь с самого начала появления суда присяжных, у нас юрисдикция суда присяжных была вообще немаленькой. И речь шла о том, что она будет со временем только увеличиваться. Ведь мы знаем там в системах цивилизованных стран, в судебных правовых системах, суд присяжных, он распространяется практически на все дела. У тех же американцев, у которых не самый хороший пример, не самая лучшая у них система, но все-таки там зависит от воли самого человека. Если он хочет, чтобы его дело рассматривал в жюри присяжных, то будет рассматривать жюри присяжных. Если он идет на особый порядок, то он идет на особый порядок. И у нас попытались срисовать у них то, что удобно нашим, и срисовали, а то, что неудобно, отбросили. И в итоге получается, ну еще раз говорю, власть начинает экспериментировать с этим, потому что понимают, что дальнейшее углубление вот этой ситуации вызывает все больше и больше недовольства. И запрос на справедливый суд, он растет. И если там 5-7 лет мы с Ольгой Романовой просто год перерывали, а люди нас просто не слышали, говорят, да что, такого не может быть. Ну, из той же, допустим, среды оккультурных деятелей, когда мы говорили, вот, обратите внимание, здесь вот так, да о чем вы говорите, ну не может быть у нас так, да так не бывает. Дело 7-й студии, московские дела, вот эти протестные, да, и прочее, прочее, там, дела журналистов, дела врачей, учителей. И вот это, когда начало вылезать, они говорят, боже мой, неужели это правда? Ну, мы говорим, ребят, это уже давно. Просто сейчас это стало касаться ваших знакомых, друзей, близких, да, и вы начали понимать, что это именно так. И вот это вот уже, знаете, фраза там, набившая вспоминанное, да что такое, идите в суд, да, уже звучит, как вот, ну, идите лесом. И люди именно так это воспринимают. Никто не воспринимает поход в суд, как поход за справедливость. А есть ли смысл в теории малых дел? Спрашиваю вас, как адвоката, а не как идеалиста. Однозначно, конечно. Не, ну, смотрите, так или иначе, вот это тоже, опять же, спор, как вот ватники, когда прибегают, да, в комментариях к любому посту, и начинают говорить, слушайте, не нравится страна, уезжайте. Ребята, а кто вам сказал, что нам не нравится страна? Нам не нравятся некоторые институты, да, не нравится, как ведет себя власть. Причем, даже если вот мой ближайший какой-нибудь друг, соратник и единомышленник завтра придет к власти и станет президентом, я его буду точно так же критиковать, поверьте, ближайшего своего. И также буду требовать сменяемости власти, там, справедливости судебной системы и так далее. Потому что власть нельзя любить. Ну, просто вот здравомыслящий, образованный человек никогда не должен любить власть. Это, ну, у нас не монархия, да, когда ты точно знаешь, что монарх будет до конца жизни и ты уже в зависимости от симпатии любишь его или нет. Другая история. Демократия для того и придумана, чтобы власть менялась. И каждая следующая власть была лучше предыдущей. И каждая сегодняшняя думала о том, что если она будет правильно себя вести, там, тогда она дольше продержится и еще и останется в памяти как хорошей. Это относится ко всему. Ну, и раз уж мы живем в такой системе, которая существует сегодня, мы должны ее менять. Ведь, как говорят, если 10% населения в чем-то будет уверенно и пойдет за какой-то идеей, то эту идею подхватят и остальные 90. Мы от Запада пока отстаем лишь в том, что у нас недостаточно силен вот этот сегмент, который должен потянуть за собой всех остальных. И поэтому теория малых дел имеет место. Просто надо в каждом случае идти до конца. И когда меня спрашивают, как выиграть в нашем суде, я говорю, выигрывает не тот, у кого там лучше аргументы, там, лучше позиция, больше денег. Нет. Выигрывает всегда тот, кто доходит до конца. Ну, надо понимать, да, и разграничивать, что бывают ситуации, когда, ну, выиграть там условно невозможно или та ситуация, когда человек сам понимает, что он в чем-то виноват. Мы сейчас об этом не говорим. Мы говорим лишь о несправедливых вещах. То есть у меня вот большинство моих подзащитных, я убежден в их невиновности, да, не просто ее отстаиваю, я сам в этом убежден. И я верю в то, что они действительно невиновны. И, конечно, надо идти до конца и надо доводить до всех. Почему вот мы с московскими протестами призывали там людей и призываем приходить в суды, чтобы они на это смотрели. Приходите, посмотрите. И люди приходят, вот что у нас на заседание по Котову, вот до всех этих изоляционных и карантинных дел по 200-300 человек приходило. Большая часть людей просто не могла попасть в инвентарь, потому что физически невозможно. И больше всего, конечно, у нас вопросов и, скажем так, просьб к людям, которые, как сейчас принято говорить, лидеры мнений, вот к ним, что, ребята, вы обратите на это внимание. И для меня, честно говоря, было очень показательно и приятно, когда такое количество людей, с лета прошлого года всю осень впрягались за наших ребят, за Устинова, за Жукова, за Котова. Кому угодно можно по-разному относиться, там Синица, кто-то что-то действительно сделал, кто-то там действительно дернул росгвардейца. А Котов наш, который дольше всех в итоге сидит и ему еще полтора года сейчас отмерили, он-то вообще чисто политически заключенный. То есть это человек, который выходил с пакетами. Никто даже не рассматривал за что были эти пикеты, а надо это было, а хорошее это дело, плохое. Нет, все, 3 плюс 1, будьте добры, последуйте в изоляторах. Чисто политическая статья, не имеющая вообще никакого отношения к праву. Для понятия, ведь вся вот эта судебная система, она на чем зиждется? На том, что, ну, нормальной правовой системе, что закон не всегда бывает идеальным. исполнительная власть не всегда бывает права. И третья власть, как судебная, она именно существует для сглаживания вот этих вещей. Если норма дефектная, а 212 премьер, она не просто дефектная, она, это уродская норма, понимаете, то есть она противоречит вообще науке. То есть единственное отличие преступления от правонарушения, это только один признак, это общественная опасность. Единственный признак, который отличает правонарушения административных от преступления. Так вот, в том виде из-под 211 общественной опасности нет. Не в виде последствий, не в виде чего, или там просто нет общественной опасности, потому что состав складывается из нескольких административных дел. Мне понравилось сравнение костанов, которые приводят в виде оттенча, он говорит, вы можете взять 10 кошек, 20 кошек, 100 кошек, но вы их не превратите в тигра. Значит, равно остаются кошками или котятками. То же самое, вы можете административных взять хоть миллион, это будет миллион административных, из них не получится, одно угодно сделать. И что должен был бы сделать нормальный суд? Ну, как минимум не принимать это дело в производстве, как минимум, под любыми предлогами. А если уж приняли, господа, у вас даже в этой норме 5 видов наказания, 5, начиная от штрафа, там они идут от штрафа, обязательные работы, исправительные работы, ограничение свободы, что-то еще, а и лишение свободы. Сейчас суд является частью властной вертикали, когда в любом нормальном обществе суд является независимым институтом. В случае смены власти можно рассчитывать, что нынешние судьи изменятся? Или необходима полная замена судейского корпуса, учитывая их виновность в преступлениях власти? На мой взгляд, виноваты, на мой взгляд, однозначно виноваты, потому что любого судьи, я вообще бы просто подходил, вот просто представим себе фантастическую ситуацию, мы с вами, например, члены комиссии иллюстрационных, к примеру. И вот перед нами стоит вопрос, что делать с судьями и по какому критерию начать их удалять из системы. Берем просто человеческую, нормальную, гуманитарную статистику доли обвинительных и оправдательных. То есть не вникая пока в суть конкретных дел, а жалобы будут, жалобы на рассмотренные дела так или иначе будут и какие-то дела нужно будет пересматривать. Мы сейчас просто говорим, каких судей включить в список исключения из судебной системы, каких пока можно оставить. Спрашиваем судей, сколько дел было рассмотрено за период твоего статуса уголовных? Словно тысяча дел. Сколько ты вынес оправдательных приговоров? Один? Два? Ни одного? До свидания. Потому что нормальная статистика это минимум 10-15 оправданий. Минимум, потому что не может следственный орган никогда не ошибаться. Так не бывает нигде. Вот ни в одной системе, даже в советской у нас было порядка 20% ошибочных дел. И если советская система тоже не любила оправдания, откуда у нас идет эта традиция, она возвращала эти дела на дослед. Причем в тех случаях, когда действительно недоработали, дослед писался так, чтобы следователь еще мог что-то исправить и еще раз направить, а в тех случаях, когда суд был абсолютно уверен, что дело не имеет ничего общего, человек должен быть оправдан, они писали такой дослед, что следователь понимал, что с этим делом больше в суд ходить нельзя. Это махровое советское время. Понимаете? А сейчас у нас статистика хуже, чем поздний Савок, когда адвокатура была просто бутафорской, понимаете? Когда санкции на арест давал прокурор, когда оправдание было чрезвычайной ситуацией. Тем не менее, они тоже бывали, они тоже бывали в то время. Их было так же мало, как сейчас. Мы были доследы. У нас новый закон УПК прогрессивный. Они постановили, что доследом это нарушение прав человека, потому что дает возможность переработать что-то. Из лучших побуждений убрали дослед. В итоге они лишили суд хотя бы этой возможности фильтрации дел. И суд теперь под домокловым мечом, что нельзя выносить оправдание и нет как такового доследа. Они штампуют обвинения. Вернусь к вопросу к иллюстрационному. Он важен, потому что у нас споры даже в нашей среде юристов и адвокатов. Надо ли иллюстрировать их? Я считаю, что надо. Я считаю, что надо, потому что этих людей уже не переделать. К сожалению, деформация настолько глубока, что то, как они говорят, то, как они ко всему относятся, то, на чем они выросли, как они вскормлены, как они к этому пришли, да и вообще система попадания в судей из секретарей и помощников это 80%. Это ненормально. Практически нет судей бывших адвокатов. Это ненормально. Все судьи это либо силовых органов, либо выкормывшие вот самой системы. Я уже не говорю, потому что эта сфера еще стала и коррупционной, сейчас за статус судей еще нужно заплатить. Что касается бизнеса. В 90-е нулевые можно было услышать от бизнесменов, что бизнесом можно заниматься только в России, потому что всегда можно договориться. Изменились ли сейчас представления и поняли ли они, что в правовой стране все-таки безопаснее заниматься бизнесом? Да, значит бравада вот этих конца 90-х начала нулевых и вот эта вот знаменитая тоже фраза кого-то из великих о том, что строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения. У нас действительно были абсолютно браконовские законы касательно бизнеса, но всегда можно было договариваться. И более того, зарабатывать можно было там не так, как на Западе, знаете, то есть у нас рентабельность бизнесов была феноменальной у людей. Стартапы реализовывались мгновенно. Ну, слушайте, у нас была благодатная почва, потому что мы из коммунистического феодализма выпрыгнули в буржуазию, совершенно к этому не готовы, ни государства, никто к этому не был готов. И нам действительно по-черному или по-билому завидовали друзья, которые живут на Западе за рубежом. Говорю, слушайте, у вас такие возможности, вы так можете зарабатывать, нам такое не снилось. И, кстати, вот в этой вот гонке мы все, честно говоря, и пропукали страну в тот период. Вот все мы. Понимаете, я себя не снимаю ответственности, потому что мы так радовались этим заработком, вот этому. Ну, говорю, ой, здорово же, что, собственно, ничего. Ну, и а власть при этом потихоньку-потихоньку скукоживала правовое поле. И она его скукожила до тех размеров, до каких ей было удобно. И, а потом уже вся вот эта власть, которая построила вокруг себя огромную силовую корпорацию, они всех вот этих вот радостных бизнесменов-то и прижали к хвосту и выдавили по полной. И теперь уже, понимаете, когда бизнесмены охватились, говорят, а как так, у нас, оказывается, нет суда, у нас, оказывается, предприниматель ничего не значит, он говорит, ну, я говорю, ребят, да, мы вот это все и профукали. И да, а теперь, более того, если в тот период действительно были правила, даже коррупционные, да, они были, то есть, если там люди договаривались с каким-то там силовиком о том, что будет так-то и так-то, или платили ему за крышу, это все работало. Потом, господа в Кубянке, которые залезли везде, вот просто везде, вот они есть везде, вот можете не проверять, можете вот просто поверить и никого больше не спрашивать, что у нас полная сделка в Москве, где порядок цифр, там, в шестизначных долларах не проходит без контроля ФСБ. Ни одна, ни одна транзакция, ни один рубль, ни один цент не уходит за рубеж и не возвращается обратно без их контроля. Поэтому я просто, вот меня разрывает от смеха, когда рассказывают про очередное банковское дело, что лопнул банк и миллиарды утекли за рубеж, и все в розыске, и дело расследуется в отношении людей, уехавших, а денег нет, и нечего выплатить вкладчикам, выплачивает почему-то АСВ из государственных, из наших с вами. И то, понятно, он не все им выплачивает, но все-таки выплачивает. Я спрашиваю, ребята, а вот как, если просто ни один рубль не проскакивает за границу без вашего вида, вы два миллиарда по этому банку как открыть или... Ну как? Вы знаете как, да? Вот эти все правила, которые раньше, вот какая-то порядочность была, вот эти лухие, нулевые, когда можно было договариваться и как рассказывают ваши знакомые, или там вы сами знаете, этого сейчас нет. Сейчас и деньги заберут, и посадят, чтобы никто не догадался, что взяли денег. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова